Добрый день! Мы продолжаем следить за событиями города и области. Обо всем самым интересным и значимым расскажу вам я, Дарья Родионова. Саратов для победы. Город продолжают украшать к 9 мая. По словам организаторов, это самые масштабные акции в России. Уже установили более 200 рекламных счетов. Всего их будет почти 300. Баннеры отражают вклад саратовцев в победу. Украшают также здания социальной сферы, общественный транспорт и театральную площадь, на которой по традиции пройдет парад. Саратовские товаропроизводители попросили Олега Грищенко не губить их бизнес. С открытым письмом они обратились к главе города. По их словам, ситуация с ликвидацией ларьков отражается и на их бизнесе, так как они работают не с крупными торговыми сетями, а с мелкими предпринимателями. В конце своего обращения товаропроизводители предложили Олегу Грищенко назначить время для встречи, на которой они лично смогут обсудить ряд важных проблем. Машинист грузового поезда избежал аварии. На переезде станции Саратов-3 Князевка на путях застрял автомобиль. Машинисту пришлось применять экстренное торможение, чтобы предотвратить столкновение. После этого машина сразу уехала. Машинист запомнил номер автомобиля. Сейчас сотрудники милиции разыскивают автовладельца. На расписание движения поездов этот случай не повлиял. Городской пляж планируют открыть 1 мая. В настоящий момент уже заканчиваются все мероприятия по обеспечению безопасности отдыха граждан. То есть охрана общественного порядка, проверки распотребнадзора и спасателей. Ямочный ремонт будет закончен к концу мая. Об этом заявил председатель комитета по дорожному хозяйству Валерий Данилин на специальном заседании. По его словам, уже восстановили 17 тысяч квадратных метров магистралей. Он также отметил, что пока еще существуют определенные проблемы и недоделки, но в скором времени их устранят. За сутки в Саратовской области произошло три природных пожара. Их общая площадь 64 гектара. Чтобы их затушить, потребовалось 110 человек и 26 единиц специальной техники. Всего с начала весны зарегистрировали 24 природных пожара площадью более 140 гектаров. Основные причины – низкая культура поведения населения и недостаточное количество мероприятий по профилактике пожаров. 150 тысяч для преподавателя. Такую премию присудили Наталье Чулановой за победу в конкурсе «Учитель года-2010». Она уже 15 лет ведет русский язык и литературу в лицее гуманитарных наук. Второе место занял учитель математики из совхоза «15 лет октября» Саратовского района. Его наградили премией в 100 тысяч. Бронза и 60 тысяч рублей достались учителю из деревни Абадим Петровского района. Всех победителей лично поздравил губернатор области. Депутаты областной думы поздравили ветеранов. Им вручили памятные подарки, благодарственные письма и цветы. Фронтовики остались довольны и признали, что даже не ожидали такого внимания со стороны властей. Те, в свою очередь, пообещали, что в канун празднования юбилейной даты ни один защитник Отечества времен Второй мировой войны не останется без внимания. Дворец «Спорта Кристалл» остался без льда. Сегодня его начали растапливать. Руководство сообщило, что это отключение компрессоров плановой и предположительно в июле спортсмены уже смогут приступить к тренировкам. Также стало известно, что летний ремонт дворца сделать не смогут из-за отсутствия средств финансирования. Труп новорожденного ребенка обнаружен в канализации. По вызову Саратовводоканала на улицу Томская, 13 в заводском районе приехал наряд милиции. Из-за честных сооружений они достали недоношенного ребенка. Экспертиза показала, что в его смерти криминала нет. На этом у меня все. Следите за жизнью Саратовой области вместе с Форпост ТВ.